Йосип Ильичич родился 29 января 1988 года в Предитории, Босния. Большой талант сицилийского Палермо, в котором уже сейчас заслужил любовь болельщиков. Большой талант сицилийского Палермо, который после ухода из команды Хавьера Пастора получил больше возможностей для импровизации и игры на зеленом газоне. В команде абсолютный артилитет мигами, но Ильичич, благодаря своей наглости и футбольному таланту, заставляет нас обращать на себя внимание. Президент Палермо уже сейчас отбивается от серьезных клубов, их чеков за Йосипа, но понимает, чем больше Ильичич играет, тем тяжелее его будет отказать. Суммы-то растут. Зампарини нашел его в Словенском Мориборе, или точнее, Ильичич сам нашел Палермо. Был матч Лиги Европы раунда плей-офф. В первой игре, казалось, все было решено, сицилийцы выиграли 3-0. Но в ответном матче в Мориборе, Ильичич стал головной болью для Дели Росси и компании. Забил гол и обострял игру, как он умеет. На следующий же день поступило предложение о переходе Ильичича в Италию в Палермо за 2 миллиона. Перейдя в Италию, Ильичич не затушевался. Не боялся и показывал тот футбол, в который он умеет играть. Первый свой гол забил не кому-нибудь, а неудержимому Интеру. 6 матчей и 4 гола. Вот так действуют сейчас атакующие центральные полузащитники. Но здесь можно понять почему. Ведь левая у Ильичича – это пушка с самонаведением. Стреляет точно по девяткам, и если защитник плотно не встретил, то можешь получить гол в середине поля. Его удары, помимо силы и точности, имеют свойство менять направление и резко менять высоту. Настоящий кошмар для вратарей. Что же еще умеет Ильичич? Как и все молодые футболисты атакующего плана, плавенец очень техничен. Но только единицы могут перевести обыденный матч середняков серии. Обычную атаку, в событии которой можно наслаждаться при просмотре на трибуне или в ютубе. Иосиф умеет это, а его техничные и быстрые ноги ему в этом помогают. При некоторых его шедеврах задается впечатление, что сам Ильичич не знает, что сделает дальше, а действует от сердца и придумывает на лету. Защитники для него не проблема, когда он сам не мешает себе. Есть ситуации, в которых нужно сыграть проще, но славенец любит усложнять и придумывать что-то совершенно невообразимое. Зачастую это проходит, но бывают моменты, когда не выходит, передача сильна или партнер не понимает и полермо проигрывает. В дальнейшем свои же ищут варианты понадежнее, попросту не замечая Ильичича. Президент Запорини всегда защищает славенца и говорит, что тот большой талант и его спад в игре не всегда связан с плохой игрой Ильичича. Партнеры попросту не находятся на его волне. Но если Ильичич остается без мяча, то начинает заниматься разрушением атак оппонентов. Зачастую Валермо много атакует, в исключениях матчей с грандами. Атакует большим количеством человек. Больше половины команды участвуют в комбинационной игре сицилийцев. Но при потере или неудачном завершении атаки, Ильичич всегда готов разрушить наступление соперника. Скорость его позволяет им догнать любого нападающего. А физически он развит на высоте. 190 сантиметров это его рост. Понятно, что в верховой борьбе Йосип хорош. В нынешнее время мало креативщиков с разрушительными способностями. Если брать по позиции Ильичича, то именно из-за игры в защите Кака не может заиграть в мадридском реале. Быть может, словенец станет чем-то новым в современном футболе. Как, в свою очередь, совсем недавно появились вингеры, забивал их, Роналду и Месси. Быть может, время Ильичича еще настанет. Только нужно немного подождать. Просто нужно играть в футбол, который ты умеешь. Ну а что касается перспектив Йосипа Ильичича, то я думаю, в январе 2013 года он уже может перейти в клуб, который решает более серьезные задачи, чем Малер. Смотрите футбол, любите футбол. Смотрите футбол, любите футбол.